здравствуйте дорогие друзья вы знаете после лекции остается море неотвеченных вопросов и мы решили на них ответить отдельно youtube канале я михаил лаповский это моя дочь даша здравствуй даша бери записку и поехали как перестать сравнивать себя с другими для этого надо с вами себя только с собой вчерашним и сегодняшним и завтрашним который будет еще лучше вы должны понять следующее вы не виноваты что вы срагиваете себя с другими вас к этому приучили родители в детстве посмотри как машенька учится смотри как поле себя хорошо ведет как он посуду моет как он маме помогает и тогда и вот откуда это берется вы всегда будете проигрывать в этом соревновании будь кто-то моложе умнее красивее богаче успешнее выкиньте это из головы сравнивайте себя только с собой поэтому дальше длинная записка как перестать внимание обращать перестать обращать внимание на плохих мужчин и начать замечать нормальных потому что это рождает страх одинокой старости страх одинокой старости не знаю каким боком рождает от таких мужчин но давайте поговорим как перестать реагировать на плохих для этого надо общаясь любой мужчина вот тот который ваше понимание плохой вам нравится когда вы понимаете что вам неприятно как он себя ведет с вами отношения его поведения вообще он вам как человек не очень близок соскакивайте уходите сразу не терпя не надо объяснять что не было тяжелое детство и деревянные игрушки приколоченные к полу он для вас плохой вас будет тянуть потому что вам такие нравятся это есть проблема если вы будете жестко каждый раз уходить через какое-то время начнут родиться хорошие мужчины поехали дальше он опечатанное здравствуйте михаил меня зовут ирина вы говорите чтобы избавиться от амбивалентности нужно принять решение и реализовать его любой ценой желаниями какое платье выбрать и устроить вечеринку или нет все понятно решил сделать даже если в процессе возникает сомнение метаний а как быть долгосрочными решениями пошел в кино фильм не понравился купил абонемент на фитнес а ходить расхотелось когда покуп когда покупала хотела в скобках пошел учиться на курсы вуз на второе высшее когда поступал точно хотела разонравилось что бросать или ходить до победного но вообще тут есть такая интересная история кино каждый предсказуемый действительно купил билет пошел через 15 минут хочется уйти быстрее и чё действительно до конца достижим может не дебилы правда нет конечно а вот с вузом это другая ситуация это есть изначально объявляетность давай кстати объясним людям что такое объявляетность это вам одновременно хочется есть и как когда у вас разно направленные одновременные желания разные направленные мотивации и тогда люди начинают передумывать то я это хочу то я это хочу то вот это и так далее поискать эту драм кружок кружок по фото кружок по рисованию тоже все голосовали у меня и пить охота короче вы должны стараться доводить свои первые решения до конца но без маразма без фанатизма например я хочу поступить учиться например на юриста да но я предполагаю что может быть ты через два года это разонравится и я тогда уйду вы даже с тобой заранее договариваться и когда вы тут почему я сказал палка двух концах приучаете себя к тому что вы доводите свои первые решения до конца во сне возникает ситуация с разочарованием почему а вот вы все знаете что вы хотите у вас не будет такой ситуации вы только с кино если со спектаклем а в принципе когда вы принимаете решение вы уже знаете что это ваше или не ваше потому что вы к этому готовы а у кого такие проблемы бывают типа вот за парня замуж вышла да через два года не тот вы из тут поступила ошиблась платье купила побежала обменивать у них уже есть эта проблема они не могут сформулировать свои желания поэтому они то хотят то не хотят для того чтобы от этого избавиться надо всегда доводить свои желания до конца дальше друзья мои вы поняли что это ваши записки которые наш директор наташа любовно собрала в кучку пронесла вот корзиночку положила мы читаем сейчас да как бороться с ленью и как выработать силу воли как бороться с ленью а я вообще как человек ленивый не фанат борьбы ничем но я хочу вот что сказать лень психология можно подразделить на две категории даже думала когда быть об этом это отсутствие чего наверное отсутствие как раз воли воли и мотивации желания желания мотивации почему у вас нету желаний может вас депрессия а вот с волей другая история если вы делаете то что вы хотите как я стараюсь жить то даже при моей лени я например обожаю читать лекции мне сейчас нравится отвечать на вопросы я себя не напрягаю большинство людей вот когда они говорят о воле им приходится что-то преодолевать например они работают на нелюбимой работе вот как себя заставить полюбить как себя заставить встать пойти или я вот лично я не очень люблю убирать свою квартиру как заставить себя убирать да не убирай жри в сарая или найми себе уборщицу вот вы должны четко понимать или у вас действительно поражение воли вам нужен там психолог он психиатр может вас депрессия такого уровня что вы действительно ничего делать не можете или вы себя всеми заставляете что-то делать и вас от этого ломает и вам ничего не хочется то что вы все заставляете да начните жить так как вам нравится любить себя иногда ты едешь метро и думаешь господи сколько же здесь влюбленных то в себя людей по твоим ногам ходят ответственно а вот что самолюбование в зеркало и любого какой я крутой а все вокруг меня не достоин это конец нет всех вокруг нас нет вокруг нас у персонажа компьютерной игры которые придуманы кем-то чтобы мы их преодолевали я называю это теория позитивного эгоизма не я ее придумала я к ней пришла казалось целое направление философии любить себя ответственность то есть сколько живу столько развиваюсь развиваюсь дальше потому что мир все больше да вызывает тебя на новое и ты должен совершенствовать с какой целью быть счастливым если это хаос то ты отражаешь хаос ты такой же сложный и ты начинаешь его чувствовать если это стабильно то ты внутренне тоже стабилен и ты можешь понять что делать в этих условиях а человек который все время предъявляет претензии к себе не в смысле уничижительное а в смысле надо развиваться надо идти вперед то он себя любит очень ответственно ему нужно быть достойным объектом своей любви ох как же можно себя любить если ты никто и не что у тебя все виноваты вокруг себя любить можно если ты вне обстоятельств и у тебя все вышло достанусь и вот встречаются два таких ответственных эгоиста начинают создавать семью ну а там говорят любовь нужно еще какая-то кросс такая вот между двумя ответственными да и семья у нас да у меня муж такой же мы по философии стихийно пришли к одному и тому же но мы вместе уже 16 лет и как-то да не просто но у нас есть общее пространство и есть частное у каждого свое где и при каких обстоятельствах произошла ваша встреча как это все было то есть надо найти почувствовать или как были долго долго это произошло очень просто я была третий раз замужем он был 3 2 раз женат тоже на доводском форуме мы случайно познакомились и забыли друг о друге потом у него возник проект он попросил меня помочь потом его друг который помогал мне в политике сказал может быть я и дашь денег она шикарный политик у нее большое будущее но бьется одна это был 95 год а я сама собирала деньги ну нельзя побежать на выбор без деньги не входила ни к чубайцу никому я была самостоятельно депутатами зависит и он говорит ну сколько ну вот кинь столько то хорошо и я помню что я сидел в машине ждала встречи с своим будущим мужем и смотрел на него он опоздал естественно он шел махал портфелем в пальто и я понял водителю сказала господи ну я надеюсь этот козел принес наконец деньги потому что мне было прям да уже впритык мне нужно было финансировать у меня деньги и он пришел я к нему подошел и драться драться ночи он говорит вы мне помочь сейчас на пресс-конференции конечно потому что вот я издаю книжку политологического сейчас качество петли слова года скажу деньги принесли принес хорошо все все скажу и мы год вот так общались потом любили а потом уже тогда уже бить и он был весь битник у него такие волосы да и он кстати весь год пока мы с ним общались он приезжал на жигулях и когда мы влюбились и решили жить вместе только после этого жигули поменялись на бмв ты подумай а кто бы сказал ему да что надо жигули поменять на бмв нет это он сам при он не хотел демонстрировать что он обеспеченный человек даже федерального уровня политика ирина в команду он привел на вшивость она влюбиться в него или все-таки в упакованном пусть даже в него но при условии что упакованы когда он приходил вот с этими лох маме в дутики на старых жигулях а я все равно влюбилась тогда он потому что влюбились него вы можете дать нам короткую практику о том как вы хотите состояние не знаю злобы или грусти или чем вы пользуетесь там говорят надо написать иероглиф любовь там 300 раз на странице это каким-то образом тебя я считаю я вы правы я занимаюсь каллиграфии могу 300 раз написать любовь и переключаясь полностью и я кинофрик у меня есть хобби у меня огромная коллекция фильмов я могу сто раз пересматривать у меня везде тарелки я не смотрю да такое телевидение общее такое нужна информация узнаю а так в принципе миссию крутится кино поэтому главное иметь хобби хобби я уже объяснила вот это как у шивы у нее уже много ручек когда у вас всего две ножки позвоночник болит но нельзя иметь семью и работу это две ножки но чтобы устойчивым быть нужна третья ножка третья тогда табуреточка наверно и позвоночник мой третья ножка это ваше хобби это наслаждение хотите танцуйте танка хотите идите в балет спорт не очень спорт это ежедневно всегда заниматься спортом причем тут ходите и рисуйте я не знаю все что угодно и как только у вас грусть и беспредел бум и туда мало того если вдруг ситуация поменяется и вас это всюду выгнали иногда случайным образом хобби позволяет заработать деньги вот так вот дмитрий александрович я так и только сели хотелось бы слушать и слушать верну вот какое счастье что вот это мы сидим в тебя уже много лет то мы друг против друга сидим и формально и неформально но это очень своевременная система высказываний которые ты здесь которые ты нас здесь обогатила нет никакого сомнения что это правильный глагол дай бог тебе и семейного конечно счастья поклон мужу ну и конечно же еще тоже тебе новых творческих успехов это очень важно и всем нам да